МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правовая среда на канале Беларусь4. Программа «Чрезвычайная ситуация» и я, Виталий Долгий. Продолжаем эфир телерадио компании «Гомель». Пепел – это, пожалуй, лучшее название для сегодняшнего выпуска. Ведь пепел – это все, что остается от прожигателей жизни в прямом и переносном смыслах. И вот что самое страшное – так называемые маргиналы, планомерно уничтожая собственную жизнь, несут угрозу и окружающим людям это правило. Но есть и исключения, когда беда исходит оттуда, откуда по всем законам природы должна идти защита от родителей. В деревне Запулия Калинковичского района оборвалась жизнь двухлетней Анны. И вроде эта семья хоть и была неполной, но считалась благополучной. И мать находилась в декретном отпуске по уходу за маленькой дочкой. Но всего один неверный шаг и семьи не стало. Ребенок, оставленный без присмотра, детская шалость, пожар, смерть в реанимации. На момент возникновения пожара ребенок находился в доме один. Мать, оставившая ребенка, вышла из дома за водой в колодец, где он был расположен в 100 метрах от жилого дома и оставила ребенка. После того, как она взяла воды, она увидела в жилом доме своем дым. Заметивши дым и пожар, она в первую очередь начала искать какие-то ценные вещи, не обращая внимания на то, что ребенок, по сути, уже, как говорят, ну, хватнул дыма, да. Поэтому вот такой печальный исход. Еще более страшный случай произошел в Речице. Там, по большому счету, ждали беды. Семья была в социально опасном положении. Но на такой финал, разумеется, никто не рассчитывал. В дыму задохнулась престарелая хозяйка квартиры и ее двухлетний правнук. Всего в квартире проживало 4 человека. Мать детей и старшая дочь отсутствовали в момент трагедии. Оставшаяся же в квартире 77-летняя хозяйка имела букет различных возрастных заболеваний. Она не смогла проследить за всеми действиями правнука. Пока женщина лежала в дальней комнате, ребенок поигрался со спичками. Увидел огонь и дым, испугался. Побежал к прабабушке, прилег к ней в постель и обнял. Так их и нашли спасатели, уже бездыханных. Мать несовершеннолетняя, нигде не работала. Единственным было доходом ее – это получение алиментов от своего сожителя. Единственным источником дохода. Дети, семья была признана в социально опасном положении. Она стояла на учете с 2013 года. Но все эти происшествия – скорее трагические исключения из общей статистики гибели людей на пожарах. Чаще всего в пепел обращаются люди, которые сознательно идут к такому финалу. Это хронические алкоголики и откровенные тунеядцы. Выпил, покурил, сгорел. Типичный сценарий для составления очередного рапорта милицию об обнаружении трупа на месте пожара. Есть такая категория граждан, до которых, к сожалению, очень сложно достучаться работникам Министерства по чрезвычайным ситуациям. Даже проводя рейды в населенных пунктах, инспектора часто заходят к ним домой, разговаривают с ним, беседуют. Но человек, который находится в состоянии алкогольного опьянения, к сожалению, нас просто не слышит. С начала этого года на Гомельщине произошло 143 пожара по вине именно таких вот граждан. 50 человек, предварительно накачавшихся спиртным, сгорели заживо. Еще 20 человек получили травмы различной степени тяжести. То есть некоторые выжили, но остались инвалидами на весь остаток своих дней. И что еще немаловажно, кроме вреда, причиненного себе, эти люди уничтожают материальные ценности, в том числе совершенно посторонних людей. Общие потери в денежном выражении с начала года составили почти 5 миллиардов рублей. В основном причина таких пожаров, и, как правило, причина пожаров, это неосторожное обращение при курении, в состоянии алкогольного опьянения. Причина банальна. Люди в состоянии опьянения засыпают с непотушенной сигаретой и во сне погибают. Хочу остановиться на одном немаловажном моменте. Практически во всех выше приведенных случаях люди были предупреждены о последствиях своего халатного поведения. Другими словами, их не единожды посещали так называемые смотровые комиссии. Рекомендовалось поменять газовое, печное оборудование, установить пожарные извещатели. Но ВОЗ, как говорится, оказался и ныне там, а финал бездействия – гибель. И все-таки чаще всего работа таких комиссий приносит результат. Число спасенных подсчитать невозможно. Предлагаю подвести лишь качественный и количественный результат такой работы. Простая на первый взгляд ситуация. Сложности с деньгами, ветхое хозяйство, жизненные проблемы и их решение через алкоголь или просто растраченное в ноль здоровье. И так из года в год. Когда наступит точка невозврата, не скажет никто. И можно было бы махнуть рукой, мол, будь что будет. Но в цивилизованном обществе принято помогать упавшим, лечить больных, учить неразумных. Поэтому формируются группы из представителей самых разных профессий и служб. И эти люди идут туда, где неблагополучно. И более того, организуют специальные акции с размахом на весь регион. В период этой акции совместно с субъектами, профилактиками, со всеми заинтересованными обследовались вот такие семьи, находящиеся в социально опасном положении. Не только эти семьи, но и семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей. Нашими работниками, а также всеми членами смотровой комиссии уделяется особое внимание семьям, где воспитываются несовершеннолетние дети. К слову, в Гомельской области около полутора тысяч детей признаны находящимися в социально опасном положении. Зачастую не по своей вине, а благодаря собственным родителям. И тут уже не важно, в пьянстве ли дело, или некогда привести в порядок собственную жизнь. Смотровые комиссии, выполняя функции общественных наблюдателей, пытаются привести ситуацию к норме. Каждый инспектор еженедельно участвует на смотровой комиссии. В среднем обходит смотровая комиссия от 15 до 20 до молодей. В основном это нарушение требований правил при эксплуатации печного отопления. Даже то же самое банальное отсутствие притопочного листа, трещины, печни, побелина. Ну и в последующем домолодение остается на контроле. И каждый раз, когда инспектор приходит, в частности я, сумма штрафа увеличивается. Как пример, центральный район Гомеля – Волотова. Относительно новый и, на первый взгляд, благополучный микрорайон с 40 тысячами жителей. Между тем, даже здесь работает смотровая комиссия и работает весьма активно. С начала этого года обследовано 1044 домовладения. И примерно в 103 квартирах вот-вот может случиться беда. Такие жилища коммунальникам или инспекторам приходится ходить, как на работу, чуть ли не еженедельно. Злоупотребляют спиртными напитками. Это люди, которые нарушают правила эксплуатации жилых помещений, где выявлено нарушение санитарного состояния жилых помещений. Если при повторных обследованиях мы выявляем то, что владельцы или наниматели жилых помещений не устраняют выявленные замечания, составляются протоколы административного правонарушения. И еще о протоколах. Недостаточно блюсти порядок исключительно в своем жилище. Понятие захламленность становится куда масштабнее, когда речь идет о подъездных путях к месту происшествия. И когда из-за неправильно припаркованного авто теряется драгоценное время спасателей, когда чья-то жизнь подходит к последней черте, пенять на отсутствие или недостаток парковочных мест уже поздно. Так было в случае с ликвидацией пожара на улице Кожера, когда запылали сразу несколько балконов многоэтажки. Двор был набит легковушками, как консервная банка шпротами. Поэтому начало, собственно, спасательной операции затянулось. И такие случаи именно затруднения проезда к месту чрезвычайной ситуации случаются ежедневно. Спасатели постоянно именно с такими проблемами сталкиваются. Вот если брать данный пожар, спасатели, хоть и часть, находятся рядом, очень долгое время не могли именно подъехать непосредственно к месту данного пожара. Не могла проехать автолестница, ввиду того, что гражданами данного дома были заставлены лент проезды. Машина с одной стороны не смогла проехать, со второй не могла проехать. Были вызваны экипаж ГАИ, но это все драгоценное время, которое было потрачено просто зазря. Затем спасатели уже своими силами подъезжали с другой стороны, тем самым осуществляя эвакуацию жителей данного подъезда, так как они не могли самостоятельно эвакуироваться по задымленному подъезду. Разумеется, одними только уговорами печальную статистику гибели людей на пожарах не исправить. Министерство по чрезвычайным ситуациям сегодня – это высокотехнологичная служба. На вооружение приняты новые спасательные экипажи с емкостью цистерн до 10 тонн воды. Есть роботы пожарные и специальные дроны для видеонаблюдения. Более того, уже со следующего года спасатели получат передовое обмундирование нового поколения с высоким классом огнезащиты. Об этом нам рассказал начальник региональной службы. А заодно подчеркнул, что живое человеческое слово было и есть главный инструмент в работе по профилактике. Подавляющее большинство пожаров приходится именно на жилой сектор. В этом плане проводится очень планомерная и целенаправленная работа по всем направлениям. Это комплексы, такой системный подход. И первый и самый главный момент здесь надо обозначить, что это работа с людьми, то есть донесения до сознания людей, того момента, что в первую очередь их личная безопасность, она должна обеспечивать ими самими. То есть они должны прекрасно осознавать то, что каждый должен сам позаботиться, в первую очередь, о своей безопасности, безопасности своих близких, своих родных. Львиная доля всех возгораний по стране и области приходится на жилой сектор. Но за каждым домовладением не закрепить пожарного со специнструментом для круглосуточного дежурства. Дорогостоящие системы автономного пожаротушения пока что тоже из области фантастики. Вот и приходится нашим спасателям бесконечно ходить по домам и предприятиям, напоминать о необходимости безопасного поведения. Ведь тут, как в медицине, лучше предупредить, чем потом лечить. Можно сказать, начальник управления – это какой-то чиновник, который сидит тут, подписывает бумаги. Нет, практически я в кабинете не бываю, потому что все время работа проходит с людьми на районах, в области. Не менее двух-трех раз в неделю я выезжаю по всем районам области. Огромную работу проводят сейчас так называемые смотровые комиссии. То есть все субъекты профилактики, они объединили свои усилия именно на то, чтобы устранить причины всех этих чрезвычайных ситуаций. Причем там работаем мы не только по линии пожарной безопасности, а работаем по всем другим направлениям. Мы привлекаем к этой работе и управление образованием, и органы внутренних дел, и социальной защиты. Есть тут еще один аспект, на первый взгляд, собственно, с пожарной безопасностью никак не связанный. Но ведь мы уже говорили именно о комплексном, всестороннем подходе в решении поставленных задач. И когда речь идет о пожаротушении, нельзя забывать и о поджигателях, и, собственно, об объектах горения. Как пример, брошенные и ветхие дома, строения. У нас только за этот год снесено 5,5 тысяч нежилых строений, ветких строений. Вы представляете, если бы эти строения стояли? А к магниту они притягивают всевозможные социальные элементы, что само по себе потом дает тяжелые последствия. Туда могут проникать дети, да, детские травматические. Да и просто, убирая вот эти ненужные строения, мы наводим порядок на земле. Где-то это замещается, сельхоз уводим, где-то строят что-то новое. То есть наша область, так же, как и вся республика, преображается, расцветает, становится лучше, краше. И в то же время вопросы пожарной безопасности, в целом безопасности тоже идут вперед. Наверное, на этом интервью можно было бы поставить точку в теме пожарной безопасности. Если бы не одно «но». Горят не только квартиры и домовладения с хозпристройками. Зачастую огонь приходит на промышленные предприятия и грозит колоссальными разрушениями и ущербом. «Промышленная безопасность и готовность спасательных служб к чрезвычайным ситуациям техногенного характера» – тема нашего следующего выпуска. Берегите себя и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова